Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Девонька, я только что закончила работу над своим огромным покрывалом, яблоневый сад, и думала все с этими тканями я уже распрощалась и могут приниматься за новый объект. Но оказалось, что у меня осталась еще вот такая отделочная бейка, которую я собирала на листах газеты. Напомню еще раз, из газеты я вырезала полоски шириной 7 сантиметров, и потом на эту газету я уже нашивала обрезки тканей. Вот это у меня штучка. Так, и из вспомогательной ткани я еще выкроила вот такие полоски. Вот, знаете, девоньки, длина, ширина, это уже мои произвольные размеры. Вот я смотрела на тот материал, который у меня есть. Точных размеров не даю. Так, и сейчас я иду, я работаю с этим как раз с этими тканями. Просто за машинкой я сижу и эти полоски сшиваю. Знаете, девоньки, вот еще Павел Петрович Бажов в своих сказах как-то написал, ой, чужое ахаять мудрости немного надо, а свое придумать, так ни одну ночку сбоку на бок повертишься. Вот и я тоже самое вертелась-вертелась, никак не могла уснуть. Потом в конце концов я встала и на бумажке написала, нарисовала, что же я хочу, чтобы у меня получилось. Сначала я хотела, чтобы это у меня была декоративная подушка, но потом поняла, что подушка мне не нужна, то есть это лишний пылесборник и так уже некуда складывать. И поняла, что хочу сумку. Сумок много не бывает. Так, первым швом я сшила между собой две детали. Сейчас следующий шов и сшиваю сразу вот эти все четыре детали. То есть вот у меня за машинкой как раз идет процесс соединения этих деталей в большое полотно. Шью сразу по газете, ничего пока не убираю. Вот такое полотно у меня получается. Сейчас я пока еще газету не убирала. Я вот так сейчас все это сложу, выровняю края и разрежу здесь на две части. Девочки, сразу выполнила несколько операций. Во-первых, я выкроила лоскут ткани широкий, вставила его между вот этими цветными полосами и пришила. Во-вторых, я это все отгладила хорошенько. Вот, а теперь показываю, что мне надо сделать. Так, газету я пока еще не убирала, но я все ткани потянула немножко по диагонали, газета у меня полопалась. И теперь вот эти бумажки я могу уже спокойно убирать. То есть, заметьте, все швы у меня на месте. Вот эти цельные куски ткани все это удерживают. То есть, у меня ничего никуда не поедет. Бумажки убирать достаточно легко. То есть, это быстренько сделаю. Так, и конечно, я все это приготовила для простегивания. Для обратной стороны я нашла вот такой кусок ткани. Потом слой синтепона. Ну, и буду укладывать уже свой цветной слой. Так, ну, что мне еще надо сделать этим цветным слоем? Конечно, убрать до конца бумажки и все слои ткани сколоть между собой. Ну, это я уже работаю за швейной машинкой. Решила прошить для того, чтобы меня ничего никуда не съезжало. Во-первых, конечно, все слои подхватила этими ножвульками. Вот, сколола булавочками. И пока провожу соединительные строчки вот в шов. Пока так вот отстрачиваю. Так, девочки, смотрите, вот я прошила. Видите, я соединила тут слои. Сейчас вот по этой центральной части я хочу выполнить небольшую стежку такую художественную. Но из меня художник еще тот. Я просто мелом нарисовала вот эти беленькие линии и сейчас буду по ним строчить. Лапка у меня простая, не свободно ходовая. Но я думаю, я даже с ней смогу справиться. Говорится, ничто не остановит, если есть желание. Ну, видите, да, здесь не знаю, насколько видно, не видно. В общем, строчила, придерживаясь этих линий. А где надо было, я просто включала у машинки обратный ход. Вот и все. Ну, девочки, видите, декоративные швы я выполнила. Следы мела удалила тряпочкой, просто смахнула. А теперь при помощи своей линейки самодельной я выравниваю углы. Так, ну, про линейку эту я рассказывала. Выпилили мне ее из оргстекла. Оргстекло еще из советских запасов. А разметку на этом оргстекле я нанесла специальным маркером для пластика. То есть я пришла в канцелярский магазин, спросила, что мне посоветуют, мне дали. В общем, все хорошо держится. Так, значит, выравниваю углы и как раз обрезаю лишнее. То есть вот с этой стороны я обрезала работу. Девочки, просто. У меня ножницы помогают. Ну, в общем-то, то есть инструмент у меня самый простецкий. Никогда не думала, что я буду заниматься профессионально шитьем лоскутных одеял. Хотя вот шила их уже получается 12 штук. Посидела, я немножко поработала за швейной машинкой. Это верх моей сумки. Я его обработала просто бейкой. То есть выкрыла прямую и сделала с одной стороны. Ну, а теперь показываю, что мне происходит за швейной машинкой. Я видела, что многие рукодельницы делают по-разному, но я делаю именно так. То есть первым слоем я нашиваю, видите, вот так вот. Потом загибаю и с лицевой стороны веду потихонечку строчку. И одновременно вот эту вот бейку я ее туда внутрь заправляю и потихонечку веду. И получается у меня вот такая чистенькая аккуратная строчка. То есть здесь она вот так выглядит. Идет по краю самому ткани. И здесь ее не видно, потому что, видите, стерна эта строчка, она как раз закрывается этой бейкой. То есть вот такой у меня получается шов. Так, и еще я, девоньки, приготовила. Так, вот одна, вот другая. Это я выкрыла из ткани. Сложила ее напополам, потом еще открытые срезы подвернула. Это, девочки, у меня будут ручки для моей сумки. То есть я хочу такую сумочку, чтобы она была как пляжная и перекидывалась. Ну, в общем, что можно было надеть ее на плечо и так идти. Так, и длину этих лямочек я делала 68 сантиметров. Ну, я уже говорила, да, что я ночью не спала. Вот пока я себе вот такой вот не нарисовала примерно, я, говорится, не могла уснуть. А это, девочки, пришиваем ручку. Вот это я поставила серединка детали. То есть я вымерила, отметила серединку и от этой серединки в каждую сторону отложила по 8 сантиметров. И у меня получается расстояние между ручками 16 сантиметров. Примерно вот так приколола булавочкой. Вот. А вот с этой стороны, посмотрите-ка, я уже пришила. То есть самое простое такое пришив. Таким конвертиком. Может кто-то по-другому делает. Ну, знаете, мне, в принципе, так нормально. После того, как пришила ручки, начинаю обрабатывать вот эти боковые срезы. То есть я вот здесь все сложила. И бейку, вот девочную, сразу ее пристрачиваю. Обратите внимание, видите, как вверх. Я вот так загнула. Дальше уже буду действовать вот таким образом. Вот так это дело откипается. Здесь подворачивается. И буду прокладывать строчку. Вот. И так вот, смотрите, выглядит уже обработанный срез. После того, как сделали боковые срезы, приступаем к формированию донышка. Видите, я донышко этой сумки так вот сложила уголочком, заколола. И здесь отметила равное расстояние примерно с каждой стороны по 4 сантиметра. Так, это я заколола. И вот посмотрите, с этой стороны я уже этот шов выполнила. То есть мне его теперь остается только обрезать и обработать край. Все, края обработаны. Все, девочки, сумку я дошила. Сразу провела испытание в полевых условиях. Ведь, как говорят, если в дамскую сумочку не входит бутылочка вина, то фигня это, а не сумочка. И вот с такой сумочкой я уже сходила в магазин. Девоньки за мной стоял такой мужчина интересный. И когда он увидел вот содержимое моей сумочки дамской, он посмотрел на меня таким взглядом. Знаете, девочки, даже мой муж в день свадьбы на меня так не смотрел. У вас еще нет такой сумочки? Тогда мы идем к вам. А пока ставьте классы, подписывайтесь на канал, нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!